Элита Арксплюй Продакшн представляет Привет, мои любимые! Я составил для вас топ-5 рейтинг героев для Хардлайна. Тим Бирсав – отличный герой для Хардлайна. Как будто Хардлайн был создан именно для него. С помощью второго скилла мы всегда сможем уйти от гангов. Третий скилл – пассивка, дает нам дополнительный реген и броню. То есть мы можем больше получать урона и больше танковать. С помощью первой способности мы можем наносить урон по области, то есть АОЕ урон. Лучше всего за этого героя стоять именно соло, чтобы быстрее получить уровень и усилить свои способности. Довольно часто враги недооценивают Тим Бирсав. Хотя он может на третьем или пятом уровне соло убивать двоих с помощью своего прокаста. Лакверк. Данный герой вполне себя уютно чувствует на Харде. С помощью первого скилла не забывайте, что мы наносим урон рандомным целям. Но, если цель будет одна и это вражеский герой, мы можем нанести колоссальный урон и убить его. С помощью второго скилла мы можем сжигать ману у врагов. То есть просто задевая барьером. Ну или, если нужно, с помощью барьера можно цеплять врага и не выпускать его оттуда. Если вам тяжело стоять на лане, прокачивайте в первую очередь третий скилл, чтобы просто добивать крипов с помощью ракет и стоять возле вышки. Феникс. Хорошего феникса тяжело убить из-за его первого скилла. Поэтому вы можете спокойно идти в харду. Если вас начинает гангать, вы уходите с помощью первой способности от ганга. Качая второй скилл и используя своих духов, вы будете мешать врагам фармить. Это очень важно, играя против керри. Если вы стоите с союзником на лане, вы можете прокачать третий скилл и хилить его. Дарк Сир. Великолепный герой для соло-хардлайна. Он может спокойно фармить крипов, при этом даже не подходя к ним, а используя свой второй скилл. В идеале кидайте два щитка на пачку своих крипов. И не забудьте собрать ему соу-ринг. С помощью первого скилла мы можем стягивать врагов, при этом приближать их к щиткам. И чтобы нас не убили при ганге, используем третий скилл и убегаем. И Undying. Вы можете спросить, а почему Undying первое место? Да потому что из этих пятерых героев у него лучший винрейт. Это невероятно сильный герой. Чаще всего он стоит с кем-то в харде. Он редко стоит соло, но даже если он стоит соло, он может творить чудеса. С помощью первого скилла он может воровать силу, становиться жирнее, враги будут становиться слабее, он их будет убивать. С помощью второго скилла он может хилить себя, хилить тамбу и наносить урон врагам. И самое главное, его козырь, тамба. Под тамбой он может творить чудеса. Он может замедлять и самое главное убивать героев, у которых он своровал силу. Я рассказал вам про топ-5 героев для хардлайна, основываясь на своем опыте. То есть, для меня это лучший топ-5. Но возможно у вас другое мнение. Пишите в комментариях, ваш топ-5 героев для хардлайна.